Девушки отдыхают Время В нашем мире часы строго отмеряют каждую минуту Мы знаем, что, например, через 5 часов наступит ночь А еще через 7-8 начнет светать И этого никак нельзя изменить Но в книгах свои законы времени Там оно движется совершенно независимо от наших часов Что значит свои законы? Там время не исчисляется часами и минутами? В книгах тоже есть и часы, и минуты Только вот скорость их зависит от воли автора Полночь может наступить сразу после обеда А 10 лет могут пронестись за пару секунд Вы говорите о фантастических произведениях? Нет, о самых реалистических Ведь для того, чтобы прошло 10 лет Автору достаточно написать Прошло 10 лет Понимаю Время читателя, которое он затратит на чтение этой фразы Равно 2 секундам А в книге прошло уже 10 лет Но чем же тогда измерять книжное время? Страницами? Думаешь? Давай-ка проверим Как вы думаете, какому отрезку времени Посвящена эта огромная книга? Даю 30-40 лет А вот и нет В этой книге рассказывается об одном единственном дне Из жизни города Дублина Получается, что читатель потратит на прочтение этого произведения Больше времени, чем длится само действие в книге Да Как вы и сами, наверное, заметили, ребята Реальное время, то есть наше читательское время Не имеет ничего общего с художественным И наоборот На трех-четырех страницах можно уместить много лет Как, например, это сделал Пушкин В повести «Станционный смотритель» Первый раз рассказчик встречает смотрителя в 1816 году Во второй через несколько лет А в 1830 году рассказчик приезжает на могилу смотрителя Словом, автор вертит временем так, как захочет Он может передвигаться по нему во всех направлениях Или вот еще пример Чем начинается Евгений Онегин Герой мчится в пыли на почтовых к своему больному дяде А автор тем временем возвращается в прошлое И рассказывает про детство и юность Онегина Обращение к прошлому называется ретроспекцией От двух латинских слов «ретро» – «назад» и «спектро» – «смотреть», то есть «смотрю» – «назад» А еще автор может не только посмотреть назад, но и заглянуть вперед Наш герой и не подозревал, что случится через несколько дней Или вот Забегая вперед, скажу Само течение времени в книгах тоже разное Оно может быть циклическим и линейным В линейном времени все движется от прошлого к будущему Это последовательно изложенные события Вот пример из «Медного всадника» Итак, домой пришед Евгений, стряхнул шинель, разделся, лег Но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений А циклическое время – это время, связанное с повторяющимися явлениями Типичный пример – это сон Обломова Послушайте По указанию календаря наступит в марте весна Побегут грязные ручьи из холмов Оттает земля и задымится теплым паром Скинет крестьянин полушубок Выйдет в одной рубашке на воздух И, прикрыв глаза рукой, долго любуется солнцем А во всех ли жанрах и видах литературы время идет одинаково? Хороший вопрос, Авиус Пожалуй, не во всех В лирике время носит очень условный характер Ну, например, прочитаю стихотворение Мандельштама О, как же я хочу, не чуем и никем Лететь во след лучу, где нет меня совсем А ты в кругу лучись, другого счастья нет И у звезды учись тому, что значит свет Он только тем и луч, он только тем и свет Что шепотом могуч и лепетом согрет И я тебе хочу сказать, что я шепчу Что шепотом лучу тебя, дитя, вручу Давайте подумаем, как длится время в этом стихотворении В какой эпохе все происходит Да и вообще, происходит ли что-нибудь? Затрудняюсь ответить на этот вопрос И неудивительно, потому что время в лирике Это безвременье, вечность А что со временем в драме? В драме, в отличие от лирики, все очень определенно Как правило, зритель, читатель пьесы легко узнает историческую эпоху А само действие движется линейно и происходит здесь и сейчас Я пригласила вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие К нам едет ревизор А в эпосе? А в эпосе повествователь свободно перемещается во времени пространстве Если вы читали «Одиссею», то вспомните, что Гомер то и дело возвращался в прошлое Так что, мои дорогие телезрители, машина времени на самом деле существует И для того, чтобы на ней прокатиться, достаточно Открыть любую книгу Авиус Зачитай-ка мне новое письмо Здравствуйте, Василиса Николаевна и Авиус Расскажите, пожалуйста, про твердые и мягкие знаки Почему они есть только в русском языке И как обходятся без них в других языках Таня Самсонова, 13 лет, город Тольятти Таня, во-первых, я хочу тебя немного поправить Мягкий знак есть не только в русском языке, но и в некоторых других славянских языках Белорусском, украинском, болгарском В болгарском алфавите, кстати, есть не только мягкий, но и твердый знак А вот в европейских языках подобных букв, обозначающих мягкость и твердость, действительно нет И как же люди обходятся без них? Средствами своих собственных алфавитов Ну, например, в итальянском языке сочетание букв G-N и G-L читается как НЕ и ЛЕ То есть роль мягкого знака в этих сочетаниях играет буква G Давайте послушаем Авиус А еще для обозначения мягкости, твердости и долготы звука во многих языках существуют специальные диакритические знаки Диакритика от греческого служащие для развлечения Эти знаки ставят над или под буквой, чтобы уточнить произношение Например, значок тильда Короткая волнистая черточка над буквой В испанском языке употребляется для смягчения буква ЭНЕ с тильдой читается как НЕ Получается, что по сути наши мягкие и твердые знаки являются не буквами, а диакритиками Да, такими же, как значок кратко над буквой И В результате чего образовалась новая буква И краткая Что же касается твердого знака, то он в русском языке употребляется значительно реже мягкого Но так было не всегда До реформы 1917 года эта буква носила название ЕР И ставилась в конце слова после согласной Многие мигрантские писатели, которые уехали из страны как раз в то время Так и не приняли реформы Например, Иван Бунин всю свою жизнь до 1953 года писал слова с ЕР на конце Ну а теперь, по традиции, мы сыграем в литературную игру Итак, поехали! Первый вопрос Что означает выражение «Болдинская осень Пушкина»? А. Название его стихотворения Б. Плодотворный период творчества В. Медовый месяц после венчания с Натальей Гончаровой Г. Время ссылки поэта Вопрос второй Какой из перечисленных имен писателей является псевдонимом? А. Максим Горький Б. Владимир Маяковский В. Александр Блок Г. Иван Бунин Вопрос третий Кто из перечисленных людей работал в соавторстве? А. Куприн и Паустовский Б. Ильф и Петров В. Мамин и Сибиряк Г. Немирович и Данченко Ребята, правильные ответы вы услышите сразу после этимологической переменки А знаете ли вы, откуда произошло слово «шофер»? Шоферами изначально называли не тех, кто управлял транспортом, а тех, кто подбрасывал уголь или дрова в топку машинного отделения В буквальном переводе с французского языка, откуда это слово и пришло к нам «шофа» означает «кочегар и стопник» Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с «кочегарами паровозов» их тоже стали называть «шоферами» А теперь, ребята, давайте проверять ваши ответы на наши вопросы Итак, вопрос первый Что означает выражение «болдинская осень» Пушкина? Болдинской осенью называют самое плодотворное время в творческой жизни писателя Осень 1830 года За это время Пушкин закончил работу над Евгением Онегиным Циклами повести Белкина и маленькие трагедии Написал около 30 лирических стихотворений Правильный ответ – «Б» Вопрос второй Из перечисленных имен псевдонимом является Максим Горький На самом деле писателя звали Алексей Бешков Правильный ответ – «А» И, наконец, третий вопрос Из перечисленных пар в соавторстве работали Илья Ильф и Евгений Петров А вот Мамин Сибиряк и Немирович Данченко – это просто двойные фамилии Правильный ответ – «Б» Ну что ж, на сегодня все Свои письма присылайте по адресу А мы будем ждать нашей следующей встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»